Всем привет, друзья! Сегодня у меня будет классный, аппетитный завтрак, который может сделать любой студент очень быстро и наесться. Для этого нам понадобится лаваш, капуста, ну то есть вообще закидка туда на лаваш, то есть можете что угодно по своему вкусу ложить. У меня будет капуста, кетчуп, майонез, горчица, сосиска. Сейчас я её нарежу. И это всё мы будем выставлять на лаваш. Давайте начнём этот ролик. Так, первым делом, что мы делаем? Ладно. Сначала мы нарежем сосиску. Желательно тоненько, чтобы можно было рассыпать по всей, по всей майонезе. Лавашу. Так, сейчас начнём, побельчим. Так, всё, будет готово. Так, если хотите выгорчить, то надо её сразу первым брать, потому что потом майонез будет неудобно. Так. Сильно много не будем, потому что можно горчить сильно. Ну, нужно размазать её. Всё дело под себя. Каждый по-своему всё делает. Так. Там уже вплив какой-то горчички был. Приятно и полезно. Как раз зима. Не болеть. Так. Теперь это всё дело. Заливаем. Кетчуп. Много не надо. Надо вот так вот. Попариться немножечко. Я думаю, будет это всё вкусно выродить. Эконом режим. И роллы готовы. Нашу ложку не будем пока пачкать. И вот теперь размазываем. Получается такая проративная кашка. По крайней мере желтиной тоже всё промазать, чтобы получилось эффективно и не сухо. Вот сейчас как раз майонез пропитает. Лаваш, он будет мягкий и не такой вот сухой, как он был при покупке. Лаваш стоит 15 рублей. Так что нам придётся всё очень дёшево. Так, всё готово. Теперь насыпаем. Понемножечку колбаску усыпем, 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 усыпем. Так. Чё-то, чё-то, чё-то многовато как-то получилось. Калбасы. Объесть сможем. Всё, пускаем. Теперь переходим к капусте. Тоже засыпаем. Капуста солёная, уже готовая. Можно сырой, но кто как вообще любит, по своём вкусу, могут сыр добавлять там. Я вот сыр как бы не очень люблю. Есть только такой самый дорогой, который не обычный плавленый идёт, а дырчатый. Так. Даже можно не экономить насчёт капула. Можно и побольше его поднасыкнуть. Ролик в первый раз кулинарный, так что извините, я сам ещё готовить не умею. Вот что у меня получилось. Строго не судите. Сейчас мы всё сбацаем. Да, сыра бы сюда прям хватило бы, если бы был. Такая мини-пицца получается. Даже не знаю, как назвать полирола-толипицца. Вот так, немножко чуть-чуть по сюда, вот так, по капушке. Если бы надо добавить. Так. Всё. Всё. Всё готово. И получается такой вот рулетик. Наверное, сильно много я жиденького натравил. Теперь мы просто всё берём и разрезаем. Так. Есть надо сразу же, потому что всё, весь напиток оттуда уйдёт и весь самок. Так. Вот. Края вот я не так сильно подмазал, получил сухо. Но это ничего страшного. Ладно, сейчас я под на доски делаю, потому что это на тарелке неудобно. Так. Лаваш такой прям ещё проделываю, не помог. Ах, козля. Ёлка какой ты сделал. Вот даже аппетитный уже. Ах, пахнет так приятно. Так. Дальше режем. Тут даже и без сыра. Уже вкусно. Да, конечно, всё вылазит. Многовато наложил. Надо меньше было. Ну, ничего. Чем больше, тем лучше. Так. Ну, тут вообще ничего нету, считай. В этих кусочках это можно сразу съесть. А? Вот. Ну, всё. Прошу к столу. Ну, что, давайте попробуем. Какой-нибудь такой. Повернее. Вот. Вот такой как худох. Даже на роллки уже не похоже. Ну, это. А русские? Можешь такие? Попробуем. Ведь без жены можно прожить. Ну, всё можно. Один. Человек это точно всё не съест. Надо на двоих отделать. В общем, вот такой вот кулинарный выпуск у нас получился. Свой был Роман. Это опытный. Я не прохраба. Не забываем про неё. Ставим большие пальцы вверх. Репостим этот ролик. Если кто-то хочет это сделать дома, попробуйте. Это всё вкусно получается. Лаваш можете купить в каком-нибудь магазине кулинарном. Приду, кто вам, ну, найдёте. Я думаю. Кто захочет, тот найдёт. Всё. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok